27 автоматических комплексов фиксации видеонарушений до конца года будет установлено на выделенной полосе для общественного транспорта. Камеры призваны снизить количество административных правонарушений и выявить водителей, которые паркуются и ездят не по правилам. Напомним, специальная выделенная полоса для общественного транспорта появилась в нашем городе почти два месяца назад. Пока она охватывает небольшой участок от современника до ЦПКО, но именно этот отрезок, первый продольный, один из самых загруженных в городе. По расчетам специалистов, выделенная полоса позволит повысить скорость движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси на 30%, рассказывает Надежда Пешеходова. Выделенная полоса для общественного транспорта – цивилизованное решение проблемы пробок в часы пик. Такие полосы сегодня работают во многих крупных городах России, но впервые они начали действовать в Москве. Со стремительным развитием системы пассажирских перевозок этот успешный опыт столицы переняли и в Волгограде. В общем, это закономерное решение в данных условиях, скажем так, географической растянутости нашего города. Оно, в общем-то, закономерно и обусловлено. Решение вот этой выделенной полосы, оно целесообразно с той точки зрения, что, скажем так, остановки троллейбусов, остановки автобусов не создают заторы, не создают необходимости перестроения легковым автомобилям, а что, собственно, влияет, в частности, на пропускные способности оставшихся двух полос. По выделенной полосе в центре города курсируют автобусы, троллейбусы и маршрутные такси в общей сложности по 27 маршрутам. Ежедневно только этот общественный транспорт перевозит до 100 тысяч пассажиров. По словам специалистов, скорость транспортного потока уже увеличилась на 10%. Стало удобнее, быстрее двигаешься уже по городу, уже не так мешают пробки, как раньше. Я думаю, пассажиры тоже оценят это, потому что быстрота, простота, комфортно стало на дороге, я считаю. Я же веду пассажиров, значит, получается, я ответственный за них. А если я буду по первой полосе идти, мне будет более спокойнее, пассажирам будет более, наверное, комфортабельнее. Ну и путь сократится, движение. Удобно очень. Давно пора так сделать. На автобусах едешь, ни в каких пробках не стоишь. По всему городу, я считаю, так нужно сделать. Появление выделенной полосы – это часть огромной работы по совершенствованию транспортной системы Волгограда, которая обновляется комплексно. В городе появляются новые маршруты, организуется дополнительное парковочное пространство, расширяется проезжая часть на крупных перекрестках. Одно из главных условий в повышении безопасности и комфорта пассажирских перевозок – это отказ от хаотично и небезопасно работавших маршрутных такси, которые уступают место комфортабельному, современному и вместительному транспорту. В Волгограде – это автобусы «ЛиАЗ» – высокотехнологичный транспорт, оборудованный самой современной электронной начинкой, в том числе и кондиционерами, что особенно актуально в Волгоградскую жару. Выделенные линии, полосы движения общественного транспорта, они напрямую связаны с развитием общественного транспорта в городе, с созданием новой комплексной транспортной схемы города, что позволяет общественному транспорту оставаться и закрепиться на свой результат, на том, что большая часть горожан пользуется на сегодняшний момент общественным транспортом. То есть это автобусы, троллейбусы и скоростной трамвай нашего города, они являются основными перевозчиками горожан. Чтобы водители легко могли отличить выделенную полосу, на ней нанесена специальная разметка и установлены дорожные знаки. Двигаться по этой полосе разрешено исключительно общественному транспорту. Однако не все водители соблюдают правила дорожного движения. За нарушителями следит всевидящее око видеокамер. Они уже установлены на протяжении всей выделенной полосы. До конца года планируется запустить в эксплуатацию 27 таких комплексов. Алгоритм работы комплексов строится на правилах дорожного движения. Вот как описано в правилах, вот так производитель строит работу комплекса. То есть, если на светофоре человек уже перестроился под знак проезд для общественного транспорта, он проезжает, его камера уже фиксирует. Он движется по полосе общественного транспорта, его камера продолжает фиксировать. Перестроился он дальше, не перестроился, уже не важно. Факт нарушения зафиксировано. Остановка на полосе для проезда общественного транспорта. Камера тоже фиксирует. Соответственно, опять нарушение будет вынесено постановлением. На сегодняшний день комплекс работает в тестовом режиме. Сотрудники ГИБДД вместе с администрацией города составляют единый реестр общественного транспорта. И как только эта работа будет закончена, нарушители получат первые письма счастья. Пока же стабильную ситуацию на дороге обеспечивают полицейские, а припаркованные не по правилам автомобили ждет такая же судьба, как и эту легковушку. Надежда Пешехонова, Аня Унанян, Виктор Хиврин, Вести 34.